Зерни говорит за веревочку. Двери откроются. О, даже что-то пузырится. Ну ладно, второй раз забачим. Спили значит. Кафе работает здесь с 8 до 22 без выходных. Все остальное работает 24 на 7. Но, во всяком случае, пока. 230 рублей тут душ стоит, но душ, он того стоит. Вопросов нет. Душ отличный. Там, откуда мы приехали, тучек нет. Туда, куда мы поедем, все в тучах. Судя по всему, день езды по дождю сегодня продолжится. Сейчас где-то 6 утра. 27-ое, по-моему, сегодня уже августа. Не спится хлопчику, ну что зарабить, я не знаю. Когда надо встать, тогда хлопчику спится. Тогда, казалось бы, ну вот, спи. Что тебе тут осталось 1200 ехать на два дня? Нифига. В пять утра. Без пяти пять. Сам без будильника. Рэп жжи-жи-жи-жи-жи. Там коллега возле меня. Не выключил габариты на ночь. Когда вставал. утром его можешь дать сюрприз в виде разряженных аккумуляторов часто не холодно еще не автономка ничего не работает может и не успеет разрезится так а вот наш хвост так нам тут выезжать должны выехать если мы начнем сразу выламывать мы здесь выйдем нормально так колеса все хорошо 7 7 открылся все как всегда еще не меняется умылись завтрак чайок и пачапали будем выехать сильно резко не завернешь здесь не зацепить сейчас можно уже крутить здесь мы там ни в кого не упрямся извините мне одной рукой неудобно почувствуем как говорится давай 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 теперь выйти посмотри что ты наделал не вышел четенько у меня было такое еще на паровозе когда работал первой своей самой первой где начинал свою международную карьеру в м.м. м.м. в москву приехал тоже на таможню в москву с неважно и задом загоняя справа руки в ряды сзади машины стоят и один там сзади стал машет мне типа руководит все вопросов нет я так как бы на него смотрю потом он раз нет ну нету нету думал ли чё ну может нам за за прицеп заскочил я ищу назад даю в общем молодой вы тишь посмотреть ума не хватило по надеялся в общем короче я уперся там сзади в сканью чувствуешь что не хочет мне тоже манта варбов тыга 1 тыгашки туда пошли торсов сканью там немножко я ему подрихтовал ее а были то что это был какой-то 2003 год вылез потом этот водила машина была московская приехали их шефы давай там наезжать да мы до тебя да сейчас юмором не страшно по итогу там на каишника вызывали чё-то там разбирались все нормально но они так меня конкретно там да ты да не уедешь да все там и туда я дай мне короче вот я по ходу тут с утра с этим у нифига себе смотрите парень сутрица уже свежо свежо как здесь и градусов показывает шутя наверно подошибся маленько небо ясно потемках просто может это как и туман был или еще что казалось даже собрался выезжать смотрю небо ясно нашел зеркала помыл стекла боковые потому что это вчера ж подожду ехали в любом случае они загадились так 160 километров нам до заправки в калачинске где-то километров сто начнется омская область раз у них больше еще лет не надо но будет так что пока едем по сухому вчера целый день дочь-дочь-дочь-дочь то сильнее то еще сильнее то ливень сегодня вторник не знаю посмотрю может прилетит один танк как раз голову я обгонял когда камеру проходил то мне не показывала свыше 80 скорость посмотрим прилетит не прилетит задолбали они эти 60 уже каких сил нету здесь как бы не сильно сбрасываешь но все равно вот это вот идешь-идешь себе там спокойно круизом обуви за все видишь стоит бандюга над на глаз круиз отключать скоро скидывать потом опять немножко скидывать но все равно лишнее телодвижение в омской такие же знаки стоят в кемеровской пока ничего не было я там абсолютно не соблюдаю 60 грузовиков и еще пока нет кого не слышал что за них что-то прилетало кому-то здесь тоже не соблюдал пока астрофа наш радио наш это самая лучшая радио не пошли тут не пошла информация что вот уже все полетели штрафы понял не дурак не дурак дурак бы взял да не понял надо сбрасывать вот здесь на повороте ночный полтинник здесь тоже действующие камеры рабочие стоят буквально сколько-то пять минут от стоянки на которой я стоял вот он вот он бонзуга над ноглазой здорово я бык ты корова ну если направо пойти можно даже в какую-то каштовку приехали 156 километров до него ищусь и там дорога или направление кто в курсах и это какая губерния омска еще наверно в курганского эти коллегу немножко груз пошел вправо по ходу проходили мы такое как-то в Новосибе да там давненько уже на Септихнотрансе там все-все-все загрузили а потом такую связку конкретную прутков плюхнули на левый борт сзади и у меня прицеп оп и вот так я до Иркутска это доехал и вот так я до Иркутска ехал все в рацию кричали эй Москва ты совсем перекущенный я говорю знаю знаю омск 224 омск Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok все есть проект так и не запустили или его все-таки закрыли расскажите кто местные то я читает забыл о google и тренджер как всегда прям вот интересно стало это он тут был и потом кончился это его не доделали не знаю город омск город омск дорожники с поворотом я ни хрена толком не вижу счетом дальше делается никого нет мелкая идет везет целый кузов танца как это подсыпки купил какие-то камушки горностай как нам тебя войти дорогой ты наш человек федоров к аэропорту и даже указатель все дела ну что все таки действовал и где-то сейчас в омске в омске шли с аэропорта правильно где он находится что я не припомню я где-то визу указатель аэропорта я где-то вижу указатель аэропорта опять же мог забыть уже сейчас все обезнать заканчивается сейчас широкая пойдет через 300 метров зубушки лупится 18 градусов хорошо господа вот уже туда куда и мы я понял вот уже ездите туда куда и мы думаю может краснояр заехать сковородочку пойти тут знаменитую их завалить еще еда осталось не наверное все таки свою доедать спортиться же жалко что это с 1000 уран бонусный час добавился сейчас всего лишь у нас у вас 12 еще завтрак толком не переварился давай братан давай сваливай давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай первый ряд красавчик ну смотрите и так и не может сами себе пригнать да увидите автовозе повезли а мы на обед зарулили это топ-лайн уже здесь за крутинкой после кольца не стал им приют заезжать по этим плитам там прыгать вот отъехал сука здесь тут до кольца два километра сейчас здесь будем опять самовар доставать самовар-то одно достать лезешь надо опять эти ящики тягать ну а что сделаешь взялся загушник говори что не дюш это мы по какой-то такой глине интересные я уже умудрился по поездить так автомобиль алис гуд слышите как кузнецик из трекошек наслаждаются последними теплыми денечками ну может они не последние но они наслаждаются мы сегодняшний рабочий день мы закончим в этой деревне с интересным названием тушнолобово рано конечно все ничем совсем еще только 20 минут седьмого я может и дальше там чуть-чуть еще куда-то нибудь проехал тут два наших белорусов туристов стоят уже можно завтра вместе поедем засванились мы здесь туда я к вам заеду ехать то осталось 600 километров завтра спокойно на день работы не напрягаясь пол седьмого потому что сегодня два часа в бонусках как по новосибирскому мы и выезжали так уже в принципе и полдевятого выспимся вот сегодня ураграна поднялся а потом и целый день причем сам встал а потом целый день еду и спать хочу чуть и не спится ночью когда спи не хочу называется странно этот организм где тут наши орелики что-то я их не вижу где-то мы в этом самом конце да да как скажется первый второй третий десятый вон вон стоят беларусов туристов обликом урале вон где-то разрешено кубики рубики ладно здесь уже станем как все пойдем пойдем пару часиков пляс и поточим до спать пляжу с полностью заасфальтировали поближе конечно что я уже совсем с размахом решил встать на кого-то ругается уже но явно не на нас ну как привет от Михаила Ивановича спасибо ну что все будете в порядке даже лучше где наш кран часть крана гидравлического а он все вижу-вижу-вижу куда ты смотрел старый осел но тот тоже сказал пароль черт побери дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений все понеслись доброе утро 28 август тошного было ну поехали еще 600 километров нам сегодня проехать не знаю вчера что сюда приехал всегда здесь был у меня отличный интернет вчера вечер у меня не то что интернет у меня даже связи на мегафоне не было сегодня утром просыпаюсь все интернет летает 4g все красиво все шикарно что за фигня что за фигня с налоговой цюменская область ну видите братва впереди на следующем повороте поверните налево бригада 28 августа среда вот на сегодня надо что-то сваливочка случилось вот эта часть стоянки грязная а там где мы стояли все заасфальтировано может они здесь потом заасфальтируют а вольвочку по ходу по милим первый пошел второй пошел не совсем не совсем а тут сейчас выехать налево целое целое мероприятие уже шлифует видите уже на хвост нагружена хорошо слева у нас никого справа никого давай 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 братан быстрее быстрее значит тут сейчас мы будем стоять до второго пришествия христа у меня нам на хвосты накидали вот этих железяк которые железяк этих тросов тяжелых и все у нас хвосты тяжелые а задница гуляет сама по себе 41 километр и шим уходим на куркан и там через бердюжья макушина гурган и там уже и челябинск вот сюда я в принципе мыслил вчера заехать ни разу тут на этой стоянке не ночевал сейчас с правой стороны кафешка стоянка вроде как интернет 4g я вчера был шокирован что случилось с мегафоном может какой-то сбой был ну что хоть час времени сюда заняло пацаны вон впереди вдвоем в любом случае где-то в кого-то упрешься пока обгонишь поток идет сплошной ну толпой ездить но оно не получается она тут маленькая такая вот была у меня бы слишком вчера сюда приехать попробовал вот здесь переночевать парни сказали что стоят там все заехал вечеродка в лесу поточили катим дальше отсюда 550 да там можно в Челябинске тюменщина славится на своими полями вот это вот ее южная часть что на катю когда идешь вдоль дороги сплошные поля да и омская тоже проходили все кругом пшеница пшеница засеяна как то вот аграрный сектор смотрю семимильными шагами развивается во всяком случае то что я вижу своими глазами молодцы едешь классно погодка видите шепчет небо ясно восемнадцать песня асфальт новенький уже между Лебяжьим и Курганом 70 километров до Кургана да здесь же была хреновая дорога такая была вся ушатанная вот закатали даже разметка временная едешь наслаждаешься пока Курганская уже область уже Курганом стало 70 верст Кургане надо будет на Сибирские ворота заедем что-нибудь там кишкаблустом займемся короче такая вот там кафе неплохоя да мы пообедаем и оттуда нам там останется раз два и мы определимся куда мы там едем там впереди позвонить где они там стоят где у нас сбор мест где стрелку забьют ну вот Курган благополучно миновали время час надо ехать обедать надо ехать обедать 70 26 26 Кургане так что мы тут еще погреемся пришлось опять кондиционер включать жарко без кондера жарко без кондера с 25 26 28 29 30 29 30 30 30 30 30 30 30 45 45 Площадки делается. На ней наверное не встанем. Там же есть уже разрыв, там же можно заехать. Надо было вон там как тут Магнум поехать. Ну да, тут совсем дороги нет. Здесь мы втроем не встанем. Охренеть они поставили, да? Красавцы! Что мы пролезли? Так, как у нас солнце светит? Надо встать против солнца, жалковато маленько. Чтоб солнце в спину светило. Тут одна новая техника. Там за ней и надо остановиться. На следующем повороте поверните направо. Все новой техникой заставим. Видите, что делается здесь тоже? Вот так. Где там банда? Так. Скрипутся потихо. Жулики-бандиты и воры всех мостей. Все, вот зашли в Челябинскую. Видите, во что лобовик превратили. 26 градусов. Летают себе куда хотят. Купят себе лобовое. Нифига не видит. Мухи. Но еще черные. 3 часа. Плюс 2. 5. С 15. Мне тут осталось еще чувственно, что километров 30. На стоянке. Всяк. Купятый. Попробуем. Определенный. Пацаны впереди. Я на реверсе отстал. Еду куда. Нас уковыряюсь. И хоп на реверсе красный. Все. И не таля комедия. И поехали. А я остался. Сейчас приедем. Посмотрим, сколько. нас там. Ну точно знаю, что одна машинка еще точно сзади. Артур едет. Еще где-то вот одна машинка. Может он уже здесь. Были сзади меня. Может уже обогнал. Сегодня там пауза как-то. 13 часов получилось. Это ж на лобово. Ну вот. Приедем. Будем определяться. У нас тут тоже не все так просто заехать. Ну заезжать понятно. Завершним числом надо. Либо ночью, либо утром. Но это сейчас на месте там. Совет стаи заберем. Но об этом потом. Сейчас наползем. Там еще ремонт этот. Наверное, в пробке еще потолкаемся. А у нас как раз стоянка там, где вот. Ремонт. Возможно пробка. Сейчас-то мы в город идем. Поэтому может быть сей. Он не будет большой с нашей стороны. Хотя. Не факт. Боик опять быть. Ё-моё. Какой они тут уже ветер. Автобанштрассы закатали. Оболнеет. Перед Челябинском. Вообще огонь. Ну и нам осталось. Два километра до точки прибытия. Промежуточный. Двадцать семь. Ё-моё. Как жарко. Хорошо. Уже вечер. Сейчас. В любом случае жара спадать начнется. Ни разу я на этой стоянке не был. Ни разу я не ночевал. Ну а дальше уже у нас все. Дальше уже начинается. Не знаю. А нам тогда в город. Повторяем. Постраде дороги. Нашли друг друга. Не знаю. Сейчас в дороге подшать. Рука широченная, никого нет. Но они нашли друг друга. Вот, аж втроем. Молодцы. Так, где у меня заезд? Вот заезд. Мне вот сюда вот надо. Ну да, сюда. Я как-то заезжал разочек сюда, но не когда тут. Вон наши паркуются. А, так они сильно-то вперед и убежали. Или проложить плавно, поверните налево. На следующем повороте резко поверните направо. Маша не понимает, что поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... До свидания. Раз, два, три, четыре, я пятый. Это слева не наши, это уже наш. Может, у нас уже шесть. Нет, это, по-моему, не наш рецепт. Или наш. Ну что, пойдем. Ну что, пойдем. Все, шесть машин здесь. Еще один Артур остался. Челябинск будем заезжать на таможню завтра с утра. Ну пока... Время полчаса... Можно отдыхать. Завтра чуть-чуть поработаем и опять будем отдыхать. Пока нас будут растамаживать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok